В эфире библейский портал Экзегет. Сын выпускных школы перестал ходить в школу и готовиться к экзаменам, потому что ему все надоело. Что делать? «Учи сына твоего, трудись над ним, чтобы не иметь тебя огорчения от непристойных поступков его. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его». Ну вот видите, Библия называет не просто неправильной педагогической концепцией отсутствия наказания, а сравнивает с ненавистью. Но, видимо, здесь речь идет о взрослом уже ребенке, который перед экзаменами отказывается выполнять свои обязанности, а это его обязанность учиться. Что тут можно сделать? Во-первых, можно сказать, что это первое поручение от Господа, что сейчас его работа, его труд заключается в том, чтобы учиться настолько хорошо, насколько он может. И Господь на это смотрит и скажет так. «Ты был верен в малом, над многим тебя поставлю». И что Господь сможет поручить, а что не сможет поручить вашему ребенку, зависит от того, как ребенок выполнит свою первую работу – обучение. Если ваш ребенок верующий, и для него слово Божие важно, он этого послушается. Если нет, ну помимо молитвы и переживаний, что можно? Можно отправить его подработать денег. Сказать, знаешь, у меня кончились деньги. Вот я должна была отдать или должен был отдать долг. Есть тебе нечего, иди хоть в Макдональдс. Вот иди и потрудись, чтобы он понял, как зарабатывается копеечка. Или там куда-нибудь в салон связи, или еще куда-нибудь, в кафе. Чтобы он понял, что жизнь сложна. Что будущее его – это зарабатывание денег для того, чтобы прожить, прокормить семью, жену и детей. И стариков-родителей. И пусть он, исходя из этого опыта, может быть, месячного или двухнедельного, пусть он немножечко поменяет свою точку зрения на образование. Сказать ему – получишь образование, у тебя будет одна жизнь. Не получишь – будет другая. И та, и та благословенна. Любой труд приветствуется Богом, если он совершается в радости и в смирении. Главное, чтобы человек трудился, а не бездельничал. Но пусть он сам выбирает, как тебе трудиться. Если ты можешь получить высшее образование и полей не получаешь, ну, наверное, это плохо, если ты умный настолько. Наверное, это грех. Господь мог бы тебе многое поручить. А потом, все-таки, христианин – это человек, который в своей профессиональной сфере должен быть очень хорошим сотрудником. Потому что на него смотрят. И по нему, прежде всего, даже по его профессиональным показателям судят о церкви. Скажут, а, ну ты верующий, поэтому ты ленивый. Ты там на своего Бога надеешься, ты там на исповедь ходишь, поэтому ты столько ошибок допускаешь. Ты считаешь, что тебе всех все равно Бог простит. Вот такие совершенно глупые взгляды на взаимоотношения человека и Бога, они могут базироваться на том, что вы не выполняете своих обязанностей. Это неправильно. Христианин должен быть безупречен. Доброе свидетельство от внешних. Это сказано апостолом Павлом о пресвитере, но это должно быть сказано о любом. Человек должен быть безупречен в выполнении своих профессиональных обязанностей. Первые профессиональные обязанности наших детей – это учеба в школе. Вот по этой обязанности, по его выполнению Господь строит их будущую судьбу. Субтитры создавал DimaTorzok